All the leaves are bright, and the sky is grey, and the sky is... Mamas and Papas – легендарный музыкальный коллектив, созданный в далеких 60-х годах. В состав группы входили две певицы и два певца. Их репертуар не богат значительным количеством треков, но богат композициями, которые невозможно забыть. Чего только стоит песня «California Dreamin», которая заняла 89-ю позицию в списке самых величайших песен всех времен. До того, как собраться вместе, будущие мамы и папы в начале 60-х уже выступали в окрестностях Нью-Йорка в различных фолковых коллективах. Джон Филлипс, игравший в Journeyman, как-то повстречал очаровательную блондинку Мишель Гиллиам. Бросив свою семью, он женился на ней, и вместе они попытались создать новый фолковый проект – Нью-Джорни-Мэн. Для полного комплекта им не хватало тенора. Тогда сладкая парочка решила сманить к себе Дэнни Доггарти из группы, где, кстати, выступала и Кэс Эллиот. Дэнни согласился на их предложение, но куда бы коллектив не отправился с концертами, он отовсюду названил своей подружке Кэс. В конце концов, он все-таки перетащил ее к себе в группу, сломив сопротивление Джона, уверявшего, что она не попадает в ноты. Окончательно Кэс Эллиот вошла в состав группы в 65-м году. В то время остальные исполнители как раз отправились на отдых на Виргинские острова. Вдоволь оттянувшись там, четверка вернулась в Нью-Йорк, когда там было уже довольно прохладно. Именно тогда, как воспоминания о хорошо проведенном времени, у Джона родилась песня «California Dreaming». Хотя Филлипс и не был родом из Калифорнии, зато калифорнийкой была его жена Мишель Гиллиам. Однажды ночью Джон наиграл на гитаре симпатичную простенькую мелодию и тут же начал сочинять текст, который бесхитростно фиксировал обстановку. О том, как холодно на улицах, о церкви Святого Патрика, в которую они заходили греться и, конечно же, о мечтах про теплую Калифорнию. Джону даже пришлось разбудить жену и упросить зафиксировать рождающийся текст по воспоминаниям Филлипса. Она сказала «Оставь меня в покое, я хочу спать! Проснись, запиши это, и ты никогда не пожалеешь! Я обещаю, Мишель!» Ну ладно. Она записала и снова завалилась спать. И впоследствии она никогда не жалела о том, что встала и записала этот текст. Так что за ней половина гонорара за авторство. Вскоре Кэс повстречалась со своим старым приятелем Барри МакГиром. Барри, услышав пение квартета, предложил музыкантам устроить встречу с известным продюсером Лу Адлером. Буквально на следующий же день Адлер предложил им заключить контракт, а спустя еще два дня Кэс, шутя потребовала, называть ее мамочкой. На что Джон сказал, что тогда он будет папой. В итоге шутка дала название всему квартету «Mamas and Papas». Под этой вывеской и вышел первый сингл знаменитой «Четверки», оказавшийся сразу в лучшей американской десятке. Каверов на эту песню будет написано так много, что я, наверное, выделю лишь два. Один из них русскоязычный, был не так давно записан группой «Муми Тролль» и представляет собой ироничную пародию на текст песни. Калифорния снится, а пока не в сугробах до небес, церковь я нашел на своем пути. На колени пал, пал-пал-пал, замаливал грехи. Второй кавер принадлежит патриархам калифорнийского рока «Бич Бойс». И он настолько хорош, что некоторые до сих пор считают их авторами песни. Тем не менее, в своем видео к каверу они почтили и авторов песни. Там присутствует и Джон Филлипс, играющий на саксофоне, и Мишель, входящая в церковь в белом платье. Незамедлительно последовал и выход первого лонгплея, который возглавил американский хит-парад. На обложке альбома исполнители будут запечатлены сидящими в ванной. Но сначала рядом с ванной красовался унитаз, но потом демократическая цензура посчитала это неприличным и заклеила. А далее последовал сингл «Манды-манды», достигший вершин хит-парадов. Но с ростом успеха в коллективе начали портиться отношения. Одной из главных причин стал запутанный любовный четырехугольник. Дэн завел роман с женой Филлипса Мишель, а в самого Дэна была безответно влюблена Кэс. Кончилось все это дело тем, что парни поменялись подругами. Джону это далось не очень легко, и он даже написал по этому поводу песню. Тем временем музыканты, поначалу лишь баловавшиеся наркотиками, стали прибегать к ним все чаще и чаще. Ко времени выхода второго альбома Мишель и Джон официально развились. Кэс отдалилась от остальных участников команды в своем доме, где постоянно устраивала разного рода тусовки. Джон конкретно сидел на наркоте, а Дэнни увлекся алкоголем. Мишель же начала крутить романы с другими мужчинами, чем окончательно вывела своих коллег из себя. Остальные члены «Мама Сан Папос» решили окончательно избавиться от нее и, выгнав ее из группы, взяли на ее место подругу Адлера Джилл Гибсон. Однако, покатавшись с ней с концертами, месяца три Кэс и Дэнни настояли на возвращении Мишель. Одним из последних ярких цинических выступлений квартета стало участие в знаменитом Монтерейском фестивале в 67-м году. Они не просто участвовали. Джон Филлипс был еще и одним из организаторов первого массового хипповского мероприятия. Организатор он был неплохой. Несмотря на опасения, фестиваль прошел без эксцессов. Кроме того, Папа Джон решил написать для фестиваля гимн, и он стал второй его великой песней. Полностью она называлась «Убедись, что в твоих волосах есть цветы». Многие из меломанов могут удивиться. Причем здесь «Мама Сан Папас» — это ведь песня Скотта Маккензи. А дело в том, что Маккензи когда-то был коллегой Филлипса по группе Джорни Мэн. Но впоследствии решил заняться сольной карьерой. Она у него не задалась. И Джон по старой дружбе подарил Скотту свежеиспеченную песню. Сингл с ней был записан весной 67-го года. В лучших хиппанских традициях на записи Маккензи пел, увенчанный венком из цветов, окруженный медитирующими друзьями. А Филлипс играл на гитаре. Красивая пронзительная мелодия тут же стала хитом и символом фестиваля. Да что там, эпохи! Именно в ней было заявлено о приходе нового поколения и начале лета любви. Когда группа затрещала по швам, звукозаписывающая фирма решила сделать ставку именно на КЭС. Однако прежде чем разойтись, мама санпапас были обязаны записать еще один альбом. Тут-то Мишель Филлипс и вспомнила о старой песне Dream a Little Dream of Me. Дело в том, что ее семья, живя в Мехико, познакомилась с одним из авторов хита, Фабианом Андре. Мишель вспоминала, как маленькой девочкой она часто слышала, как композитор, приняв рюмочку другую, садился за пианино и наигрывал «Помечтай немного обо мне». В итоге рюмочки до добра не довели, и в 60-м году Фабиан Андре погиб, упав в шахту лифта. Собственно, в память о старом знакомом, Мишель и захотела записать песню. А так как сама она потрясающими вокальными данными не обладала, то спеть попросила Кэс. Та же сразу решила, что песня должна зазвучать современно, а не напоминать очередной ретро-кавер. Группа придумала изысканную аранжировку, и песня была включена в альбом 68-го года. Но к тому моменту было ясно, что группа доживает последние дни. Мама Кэс давно уже намекала на сольную карьеру, и лейбл решил начать раскручивать именно ее. Поэтому на обложке американского сингла было написано «Мама Кэс энд мамас энд папас», а в Британии он вышел и вовсе под маркой «Мама Кэс». Выход песни сопровождался специальными рекламными постерами, где обнаженная мама Кэс возлежала на ложе из маргариток во всей своей рубенцевской красе. Последний сингл Квартета и одновременно первый сингл Кэс слушатели оценили по достоинству. Песня стала визитной карточкой Кэс и прекрасным стартом для сольной карьеры. В апреле 67-го Кэс стала настоящей мамой и полностью погрузилась в свои заботы. Джон же продолжал потреблять наркоту, при этом как-то успевая писать песни. Однако в 68-м году солисты группы сообщили о своем распаде. Джон и Мишель официально подали на развод, Кэс Эллиот записала сольную пластинку, остальные члены команды тоже попробовали работать поодиночке, но ничего хорошего из этого у них не вышло. Лишь в 71-м году музыканты вновь собрались вместе для записи их последнего студийного альбома. Он не повторил успеха предыдущих альбомов, после чего группа окончательно распалась. Джон, Дэнни и Мишель ненадолго объединились вновь для того, чтобы дать несколько концертов в честь Кэс Эллиот, скончавшейся в 74-м году. После двух аншлаговых концертов в лондонском зале Палладиум Радостная Кэс позвонит Мишель Филлипс, чтобы рассказать о своем успехе, а утром ее найдут мертвой. Сердце 32-летней певицы остановилось во сне. Окружающим казалось, что она принимала свой вес, но Эллиот была внутренне недовольна тем, как она выглядела. Часто она садилась на диеты, многие из которых были опасны. По сути, она морила себя голодом, в какой-то момент обходясь без еды 4 дня каждую неделю в течение 7 месяцев. Сама певица признавалась, что знала, что ее метод диеты был не самым разумным и, потеряв более 100 фунтов, попала в больницу. Возможно, именно этот факт и привел к смерти. У участников «Мама-сан-папас» было 11 детей. И у всех из них в конечном итоге начались проблемы с запрещенными веществами. Особенно с данной зависимостью столкнулись дети Джона Филлипса. Скорее всего, их отец имел к этому какое-то отношение, но это лишь предположение. Однако это удивительно. Оба ребенка от первого брака вернулись к Джону после его развода с Мишель. И к 14 годам у обоих детей развилась тяжелая зависимость. После распада группы Дэнни Дойерти даже переехал из Лос-Анджелеса в Канаду, чтобы уберечь себя и семью от этого ужаса. Когда «Мама-сан-папас» не стало, Джон Филлипс посвятил себя сольной карьере. Однако она не была успешной. В результате многочисленных творческих падений мужчина впал в глубокую депрессию, а его злоупотребление запрещенными веществами окончательно вышло из-под контроля. Кит Ричардс был его другом, и именно он познакомил Джона с тяжелыми веществами. Но даже он признал, что Филлипс терял человеческий облик на глаза. Джон тратил на вредную привычку порядка одного миллиона долларов в год. В какой-то момент он зарегистрировался в реабилитационном центре, но тут же подоспели новые проблемы. Музыканту были предъявлены обвинения в незаконном обороте большого количества лекарств, отпускаемых по рецепту. В конце концов, Джону удалось завязать с веществами, но вместо этого он начал пить. Джон Филлипс умер в 2001 году, а через 6 лет и Дэнни Доуэрти. Мишель Филлипс – единственная ныне здравствующая участница коллектива. В музыкальном плане она особо не проявила себя, зато сделала неплохую актерскую карьеру.